Рабочая поездка главы Владивостока Константина Шестакова прошла по Первомайскому району. Мы сейчас проехали по Первомайскому району. Первый объект у нас был по жалобам от Аборисенко 10.7. Объект близкий к руинированию. Мы сейчас выясним его принадлежность. Видим, что рядом расположена площадка, где аналогичный объект был демонтирован, но тем не менее площадка в порядок не приведена, еще много мусора. О поручении той структуре, которая демонтировала объект, привести в нормативное состояние прилегающую территорию. Ну и о судьбе объекта по адресу Аборисенко 10.7 тоже примем сейчас решение. Территория вдоль трамвайных путей по Аборисенко. Там было поручений на этой территории несколько. Во-первых, сквер, который подходит к улице Спортивная. Спортивные объекты, в том числе турники, находятся в неисправном техническом состоянии. Соответственно, дал поручение сейчас определиться, либо их можно восстановить. В случае отсутствия такой возможности, соответственно, их заменим. Подошли к подмостовому пространству в районе Спортивной русла реки Объяснение. Дал поручение профильному управлению для того, чтобы они подмостовое пространство расчистили. Будет разработан проект приведения в порядок русла. Также наболевший для местных жителей вопрос благоустройства территории, примыкающей к рынку на Спортивной. Проговорим о возможности размещения небольших, но благоустроенных павильонов по принципу тех, которые установлены на русской 68, продажи фермерской продукции. Соединить пешеходную связь от существующего сквера до ближайшего асфальтированного тротуара, конечно, нужно. Здесь сомнений никаких нет. Комплексно посмотрим на эту территорию. А жители дома по улице Марины Росковая-3 волнуют благоустройство их двора. Городским специалистам они показали довольно большую территорию, где можно разместить не только детскую площадку, но и провести комплексное благоустройство. Очень активные жители. Это здорово. Показали нам несколько территорий, которые могли бы в будущем году попасть под благоустройство в рамках федерального проекта «Тысяча дворов». Это именно комплексное благоустройство. Фасадами выходит семь домов своими территориями. Это позволит всерьез изменить подход к этой площадке. Финальной точкой в поездке стала аллея, ведущая к школе номер 21. Городским службам поручено привести ее в порядок, а на будущий год высадить здесь деревья и кустарники. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.